Патриарх Геннадий II Схалари, Константинопольский патриарх, Август 1464, Август 1465, первый патриарх после прекращения существования Византийской империи, сторонник Унии, родился предположительно в Константинополе около 1400 года. По-видимому Георгий происходил из достаточно состоятельной семьи, по меньшей мере у него были средства получить весьма основательное образование. Среди своих наставников он называет таких известных представителей византийской образованности как Марк Евгеник Иоанн Хартасмен, Иосиф Вриений, Макарий Афонский император Иоанн VIII Палеолог сделал Георгия государственным судьей и членом Верховного Совета. Когда Иоанн VIII и Константинопольский патриарх Иосиф II по приглашению папы Евгения Айви отправились в Ферреру в 1438 году и потом в 1439 году в Флоренцию для переговоров об Унии, в свете их находился Георгий как светский человек. Он не мог участвовать в соборных заседаниях, но тем не менее способствовал делу Унии. Этой целью служили сделанные на соборе три речи его и воззвание грекам об угрожающей от турок опасности и о неотложной необходимости изыскивать средства защиты. Когда греки были стеснены во Флоренции латинянами, Георгий оставил Флоренцию, противник Унии. Узнав по возвращении в Константинополь, что Уния решительно осуждается клиром и народом, он присоединился к главному ее противнику Марку Эфесскому, своему другу и духовному отцу. После смерти Марка в 1447 году Георгий стал главой противников Унии и издал целый ряд полемических сочинений. Вражда Кунии расстроила отношение Георгия к императору Иоанну Восьми и еще более к его брату и наследнику императору Константину. В 1450 году он принял монашество. 29 мая 1453 года Константинополь был взят войсками османского султана Мехмеда II. Геннадий, как и многие жители Константинополя, попал в рабство и был увезен в Адрианополь. Приблизительно в конце 1453 года султан велел христианам избрать патриарха сообразно своей вере. Вероятно этот поворот политики султана и привел к освобождению Геннадия из рабства. На богоявление 1454 года он единодушно был избран Константинопольским патриархом. По желанию султана Геннадий составил для него изложение главных догматов христианской веры. Патриарх делал все, что было возможно для облегчения тяжкой участия своих единоверцев. Ввиду бетвенного положения византийцев после катастрофы 1453 года и разрушения семей, в целях снисхождения патриарх Геннадий счел возможность признать браки, сложившиеся в условиях разрушений, бегства и гибели людей каноничными. Это вызвало недовольство среди ревнителей канонических норм. Среди наиболее активных критиков патриарха Мануил Христонин, будущий Константинопольский патриарх, в силу ли только этих причин или же были иные, в начале 1456 года он был вынужден сложить свои полномочия. Однако последующие два патриарха в вопросах повторых браков придерживались той же политики. По оставлении кафедры Геннадий удалился в монастырь святого Иоанна Крестителя, где и умер, как полагают, в 1473 году. За это время бывший патриарх еще дважды посетил Константинополь. Как он писал, неволею. Что касается этих невольных посещений кафедрального города, ряд ученых считает, что связаны они были с повторным восшествием Геннадия на Константинопольскую кафедру. Творение общей количества сочинений Геннадия около ста. Некоторые из них изданы не полностью, многие остаются в рукописи, а подлинности некоторых идет дискуссия. По содержанию они делятся на философские и богословские труды Геннадия включены в 160-й том патрологии меня.